римлянам 5 глава мы будем говорить как пройти как проходить достойно наши скорби ешуа сказал в мире будет будете иметь скорби вы в мире или нет вы живете в мире но мужайтесь сказал господь я победил не мужайтесь как это женщине стать мужчиной что они укрепляйтесь он я победил мир то есть это дает нам уже некую надежду что мы пройдем обязательно мы обязательно пройдем мы пройдем скажи я пройду вообще я провозгласил этот месяц месяц трепета и благоговения для всех наших общин но я хочу сказать такую вещь это определенная подготовка чтобы войти в но это труб трубы говорят им отвечает нам о приготовлении нам нужно готовиться и всегда мы должны быть готовы ко встрече с господом наш понимаете просто я когда сегодня ехал сюда и знал о чем я буду говорить я думал о том что некоторые люди меня удивляют они хотят быть верующими но не хотят проходить скорби вы слышали что искал они говорят ну мы хотим царство бога кто хочет царство больше но они не хотят скорби описание говорит нам многими скорбями надлежит нам войти в царство его есть скорби хотим мы этого мы не проповедуем скорби они сами приходят без наших проповедей но нам надо как-то укрепить друг друга поделиться своим опытом практикой помочь друг другу через свою проповедническую деятельность через то что мы учим людей как проходить это для того чтобы не потерять в пути то что нам дано самое драгоценное это помазать послушайте писание говорит мужайтесь я победил мир несмотря на то что в этом мире скорби писание говорит что многими скорбями надлежит войти нам царство его значит пока мы живем у нас будут скорби и очень часто мы скорби не только себе наших близких и родных не понимая что они тоже люди человеке и у них есть свобода выбора кто-то слышит мы забываем и считаем что они должны ходить по струнке смирно потому что мы верующие и они должны делать так как нам обещал бог но у них есть свобода выбора и точно так же как бог позволял нам ошибаться и позволяет до сих пор он позволяет и им ошибаться тебе не нужно чрезвычайно скорбеть тебе просто нужно научиться как в скорби прославлять господа аминь аллилуйя как же радоваться в скорби чё это как это радоваться радоваться в скорби потому что скорбь она не навсегда скорбь это экзамен перевести тебя на новый уровень от веры веру написано от славы в славу аминь вера всегда скорбь времена я говорю вера всегда а скорбь времена 5 глава римляна и так заключает апостол павел шауль торсянин оправдавшись верою мы имеем мир с богом через господа нашего ешуа мессии у нас есть мир с богом это самое главное самое главное проходя скорби мы должны обратить внимание не потеряли ли мы этот мир покой у нас есть мир с богом он не потерял свой мир с мы не потеряли ли мир это этот покой потому что это самое сильное благословение господь даст силу народу своему господь благословить свой народ шалома это благословение через которого веруем и получили мы доступ к той благодати аллилуйя 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 благодать что такое благодать это то что ты не заслужил это то что ты идешь куда-то и двери открываются ты гришь как так могло бы всякой благодать благоволение во всем везде благодать бесплатно потому что он заплатил своей кровью доступ к той благодати в которой стоим и хвалимся надежду и славу божию мы хвалимся мы говорим мы идем в царство а вы с нами мы стоим и хвалимся и не с ним только но хвалимся и скорбя павел чуть не понимает но хвалимся и скорбями это как так можно говорит я там был говорит море говорит уже там глубоко потом говорит я был со зверями там боролся потом как ну самое страшное это уже братья помню но это все скорби павла у павла много было скорби ангет радуйтесь еще говорю вам радуйтесь господь близко ни о чем не беспокойтесь знаю что от скорби происходит терпение самое главное слово в израиле савланут терпение не купишь ни в одном магазине терпение ну сколько терпение скорбь бог не дает она приходит сама у нее есть ноги но бог зло обращает в добро говорит я учу тебя как отец сына терпению терпение нужно вам чтобы исполнивший волю божью в скорби получить что обещанное скорби нужно помнить и говорить обещанное если ты не открываешь библию не ты не читаешь библию ты не знаешь что обещал бог потому что чтобы услышать что обещал бог чтобы услышать мысли божьи нужно открывать библию и читать и потому что павел сказал тот же павел все обетование в миссии ешуа да и потому они когда ты проходишь скорбь не забудь взять с собой обетование больше почему мы хвалимся скорбями не сим только но и скорбями потому что мы учимся терпению а человек терпеливый он лучше чем завоеватель города он круче его кто-то слышит от терпение опытность ой 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 мы становимся опытными людьми опытными в скорбях потому что весь мир проходит скорби и ты сможешь помочь людям бог желает чтобы ты мог помочь людям не опытный человек не может помочь ничем только опытный человек ты можешь учиться в университете слава богу ты учился учился учиться но если у тебя нет опыта все что ты учил учился заучивал не работает все что ты чему тебя научили ты должен это пройти и много раз для того чтобы научить других поэтому когда ты имеешь опыт может быть ты не учился в университете ты можешь научить других они слушают твое свидетельство и это приносит им надежду они готова если он смог если у него получилось то и у меня получится послышал скольких людей ты благословил через то что ты проходил скорби или даны тег постоянно ноешь что не скорбтон этих что не sport тут и те ты должен правильно относиться к ситуации правильно относиться к обстоятельствам правильно относиться к скорби для того, чтобы это делать правильно, ты должен брать с собой обетование. Обетование говорят о том, что мы наследуем все, что Бог нам дал. Обетование говорит о том, что мы пройдем это. Что мы не останемся там. Когда Бог вывел народ свой из Едипта, Он не сказал, вы умрете в пустыне. Он сказал, вы придете в землю обетованную. Но пустыня была скорбью. Там было все. Смотри, ты можешь проходить скорбь, несмотря на то, что у тебя пенсия хорошая. Несмотря на то, что у тебя все хватает. Ну, как в пустыне, там у них все было. Манна, потом они вот это вот там. Даже вода была у них. Потом он им... Кого там он им послал? Хотел сказать куропаток. Ну, ладно. Перепил он. Послал он, в общем, мясо. Все у них было. Но ты можешь проходить скорби, даже когда у тебя все есть. Это нормально. Бог учит тебя терпению через то, что дьявол хочет повредить тебе. Скорби не приходят от Бога. Бог никого не искушает и сам не искушается. Скорби приходят от дьявола, потому что он хочет нас сломать. Он хочет переломить нас. Поэтому Ишево сказал, я молился, чтобы вера твоя не оскудела. Нам нужно правильно относиться к скорбям. Если мы примем правильную позицию, а правильную позицию мы принимаем только лишь тогда, когда мы знаем, что нам дано и кто мы в нем. Что нам дано и кто мы в нем. Если мы открываем Библию, мы начинаем знать, что нам дано и кто мы в нем. Тогда мы занимаем правильную позицию по отношению к этой скорби. И тогда степ по степ, шаг за шагом мы проходим. Мы проходим. Мы проходим. К примеру, тебе дали плохой диагноз, это скорбь. И болезнь приходит не от Бога, а от дьявола. Ты должен взять обетование. Ранами его мы исцелились. Ты берешь обетование, я исцелен. Все говорит против этого. Но ты продолжаешь. И твои мысли, они не твои, они чужие. Приходят к тебе эти мысли, приходят эти мысли. Как ты можешь остановить свои мысли? Потому что в скорби, где идет война? В разуме. В скорби война идет в разуме. Видели такая есть картинка, как они называются, которые посылаешь двадцать и... Вместо смайли, как взрывается голова у кого-то. Дым такой. Это вот голова. Просто знаете, такие мысли у людей, они не знают, что... Я скажу вам, что делать с мыслями. Хотите? Это бесплатно. Мысли останавливаются словами. Когда ты говоришь обетование Божие. Приходят мысли, а ты говоришь Божие обетования. Они опять приходят, ты опять говоришь вслух. И так несколько раз, и ты увидишь, как ты победил мысли, которые приходят извне. Но тебе нужно позаботиться, чтобы обновлять свой разум Словом Божьим. Понимаешь, в чем дело? Ну, я в сердце имею Слово Божие. Этого недостаточно, потому что война идет не в сердце, война идет в разум. Война идет здесь. Поэтому обнови свой разум Словом живого Бога. О, я прочитал, Бог сказал, что Он накажет меня. И то, что я прохожу, это наказание. Нет, это не то прочитал. Это неправильные проповеди слушали. Я тебе говорю, что Бог воспитывает тебя, а не наказывает тебя. Я тебе говорю, что Бог не гневается на тебя. Он поклялся, что Он не будет гневаться на тебя. Никогда. Но, в скорби, Он учит тебя, потому что Он Папа, который учит своих детей, как себя вести в этом мире. Потому что Он хочет нас сделать такими, как Его Сын, Иешуа, Мессия, Иисус Христос. Это Его задача. Поэтому Он послал Духа Своего Святого. Когда Иисус пришел туда, Он сказал, умоляю тебя, Папа, пошли к Ним Духа Святого. Потому что они не смогут без Духа Святого. Он говорит, посылаю. Пусть идем. Дух Святой говорит, я пошел. И Он пришел. Дух Святой пришел, и мне стало хорошо. Аминь. Но мы забываем о Духе Святом, когда проходим скорби. Как будто бы Он на небе, а мы на земле. А Он говорит, я здесь. Чем тебе помочь? Ну подожди, подожди. Сейчас у меня мысли свои. Нет, нет. Он говорит, подожди, я здесь. Чем тебе помочь? И Он говорит тебе, открой 54 главу Исаии и вспомни, что сказано. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ну подожди, подожди, сейчас мне звонили оттуда, сейчас мне это, сейчас ты занят. У тебя скорби. У тебя столько скорбей. Ты так занят, что у тебя даже нет времени поговорить с Духом Святым. У тебя нет времени открыть Библию. У тебя нет времени остановиться на путях своих, познать, что Он Бог просто закрыться и помолиться Отцу, который втайне, Отец, который втайне воздаст тебе явно. Я дома. Я говорю кому-то. Послушайте, я знаю, что Дух Святой говорит кому-то. Остановитесь на путях ваших, перестаньте быть мудрыми в своих глазах, взыщите Господа всем сердцем вашим, и вы найдете Его в своей комнате. Взыщите Господа всем сердцем вашим, и Он явится вам, и вы увидите, как Он разрешил все эти скорби. потому что Он такой Бог, потому что Он любящий Отец. Но в скорбях научитесь терпеть. Терпение вас приведет к тому, что вы станете опытными людьми. Вы будете понимать, что такое опыт. Вы будете различать, что откуда, куда и зачем. И вы не будете воевать с людьми в своих скорбях, потому что наша война не против плоти и крови. вы перестанете воевать с людьми. Потому что очень часто наша скорбь приводит нас к тому, что мы воюем с людьми. С мужем, с женой, с родителями, с детьми, с работодателями, с работниками. Мы воюем с людьми какими-то. Нам кажется, мы пастыря воюем со своими членами общин. Члены общины с пастырями. И вот так живем. А потом все друг на друга обижены и говорят, почему Дух Святой не приходит. Он приходит. Просто твоя обида настолько большая, что Дух Святой, всемогущий Дух Святой не может ничего сделать, потому что ты закрыт. Нужно научиться радоваться в скорбях. Я хочу, чтобы вы знали одну вещь. Недавно мне звонил один неверующий человек. Ростик, следи за мной. Спасибо. Недавно ко мне звонил один неверующий человек. Я ему говорю, слушай, вы не столько скорби, горы, я ему начал рассказывать, просто товарищ, неверующий, но адвокат мой. Так вот. Он такой, друг. Он готов, но я тебе хочу, что ты сказал. Я говорю, да. Он мне готов, ты знаешь, в нашей жизни есть такие сезоны. Он говорит, я хочу тебе сказать, приготовься, ты сейчас находишься в таком сезоне, когда ты будешь сильно подниматься. И Дух Святой говорит, слушай, что говорит человек, который даже не рожден свыше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Мы думаем, когда мы в скорби, что все всегда будет вот так. Да? Нам кажется, ну тяжело же, все вот так вот, все вот, все вот. А Дух Святой говорит, нет, это я готовлю тебя. Туда. А что это, как американские горки? Ну, наверное, да. Это же жизнь, приключения, верующая жизнь. Аллилогия. Это жизнь, приключения. А как ты хотел? Ты хотел по закону, что ли? Ты знаешь, что делать, ты знаешь, что будет, все ты знаешь. Не-не, вера, это ты ничего не знаешь, ты знаешь только Его. А Он направит тебя на связи правды ради имени своего. О! Ты ничего не знаешь, никому не знаешь, только Его, а Он направит тебя на связи правды ради имени своего. Напиши песню. Аллилогия. а опытность от опытности приходит надежда то есть ты уже это терпел когда-то у тебя есть опыт и поэтому теперь надежда твоя а на таком уровне что ты знаешь что все проходит и это пройдет кто-то услышал ты знаешь что все проходит и это пройдет ты не умрешь в скорби потому что божий человек ой вот так я в скорби умру вот и of конечно и of дарил и of конечно самый скорбящий человек согласно я правильно но он не умер в скорби все таки есть последняя глава его жизнь бог не позволил ему умереть в скорби бог не позволяет праведникам умереть давид 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 у меня начинает но он не умер в скорби сколько было у давида скорбей даже у его не потому что что произошло в его семье это катастрофа мало кто об этом думает думает задумывается катастрофа то что произошло что произошло у давида в семье ну слушайте внимательно давид не умер в скорби давид говорит о себе дух святой говорит во мне его слова на языке у меня дух святой говорит во мне его слова в устах моих и он рассказывает что бог для него сделал он увидел как шлюмо его сын зашел на престол это было самое главное он не умер скорби он проходил скорби вся жизнь давида состояла из скорбей но они переставал славить самые лучший проповеди которую я писал были написаны в скорбях самые лучшие песни которые вуки стали были написаны самые лучшие самом и который давид написал были написаны центр почему Потому что ты особенно, если ты правильно относишься к этому, слышишь Бога, ты особенно слышишь Бога. Знаешь почему? Потому что в скорби ты понимаешь, что тебе нужна Его помощь. Отче Мои, всегда Господу любого Он извлекает из сети ноги молитвы. Отче Мои, на горы Его откуда приходит помощь Моя помощь наша от Господа, протворившего небо и небо. Понимаешь? Благо мне, говорит, что я пострадал, ибо научился твоим уставам. Давид говорит, благо это благодать. Такое благоволение для меня, это для меня такое благоволение, что я пострадал, потому что я научился. В скорбях учись, чтобы не попасть в мор в эти скорби. Другие придут, но в эти же не попадают. Знаешь, есть одна проблема? Люди попадают в одни и те же скорби. И они говорят, это дьявол, я связываю тебя во имя, и что? Это не дьявол, а ты сам не научился в прошлой скорби. Пока не научишься в прошлой скорби, она будет приходить. Ведь как научишься, победишь ее, она уйдет в вас и навсегда. Но другая же придет пастор. Ничего, ты уже готов. Будет время отдохнуть. Ты уже готов. Слава Богу. Надежда не постыжает, наконец-то. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Где Дух Святой? А что же вы не обращаетесь к своему сердцу, когда проходит скорбь? Там же Дух Святой. Почему вы не слушаете? Он говорит, вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Делая так, спасешь себя в скорбях и слушающих тебя. Слушай свое сердце. Слушай свое сердце, там Дух Святой, там Любовь Отца. Когда ты проходишь скорбь, первое, ты начинаешь искать, почему Бог гневается. Первое, что начинает искать человек, Бог, ты гневаешься на меня. Неправильная теология. Катастрофа это. Это, я вам скажу, прямой эфир скажу. 70% людей, верующих в Иешуа, думают так, что Бог их наказывает и Он гневается на них. Каждый раз, когда это проходит скорбь, я говорю вам, даже если вы из-за своей греховной плоти, из-за своих ошибок проходите скорбь, это не Бог гневается на вас. Это вы открыли дверь для кого-то. Не надо Бога приводить в это и говорить с больной головы на здоровую перекладку. Бог не участвует в этом. Бог даже не участвует в скорбях, которые приходят просто как атаки. Он там участвует для того, чтобы вывести тебя оттуда и вывести тебя как золото в настоящее, драгоценное. И не надо говорить, Бог меня наказывает сразу, потому что любовь была пролита в сердца наши. Духом святым. Любовь, Он любит нас, понимаете? А, я тебя люблю. Иди в скорбь. Я бы не хотел своим детям так. Я тебя люблю, конечно, но да будет тебе скорбь. Я так со своими детьми не поступаю. А мне некоторые родители говорят, а как же они научатся тогда? Если ты не хочешь, чтобы они скорбь были. Я не хочу, но они пройдут. Но я не хочу. Но в скорби, если они обратятся ко мне, я их научу, если я не послушаю тебя, что сделать, чтобы вывести с этой скорбью. А что сделать, я тебе скажу, взять обетование. Обетование приводит тебя к благодарению. Это услышал. А благодарение тебя приводит к радостному сердцу. А радостное сердце тебя приводит к смеху на устах. Благодарение приводит к радостному сердцу. Радостное сердце приводит тебя к смеху на устах. Почему? Потому что любовь внутри тебя. Любовь не изменишь умом, любовь не очень чистый. Любовь не сжигает мосты, она нам открылась Христом. Вот это я все урины песни пою. Любовь невозможно купить, ее невозможно продать. Ее невозможно что? Кубить. Она воскреснет, чтобы прощать. Ого, как это чудесно. Обратитесь к Богу, как к любви, когда вы проходите скорби. Откройте вместе со мной Ефесянам. Откройте Библию Ефесянам. Шестую главу и закройте телефоны. Аминь. Аллилуйя. Ефесянам шестая глава. Слава тебе Господь. Скажи слава Господу. Слава Господу. Скажи, я здесь, потому что Бог меня привел. Я сегодня учусь, как побеждать. Аминь. Шестая глава Ефесянам. И просто один стих прочитаем, десятый. Наконец, запятая. Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Вы слышите, что говорит апостол? Укрепляйтесь Господа и могуществом силы Его. Вы куда бежите в скорбях? Кому вы звоните в скорбях? Что вы ищете в скорбях? Укрепляйтесь Господа и могуществом силы Его. Когда я слышу это, я понимаю, кто такой Бог. У Него есть могущество силы. Я прихожу под Его покров, и я говорю, папа, мне плохо. Папа, помоги мне. Он говорит, вот-вот, вот-вот. Я говорю, когда? Он говорит, я на глупые вопросы не отвечаю. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему Аллилуйя. Я начинаю славить Господа. Вроде бы еще ничего не изменилось, но уже я поменялся. Я уже поменялся. Укрепляйтесь Господа и могуществом силы Его. Если Он так сказал, значит, Господь укрепляет нас, когда мы приходим к Нему и предстоим перед Ним. Молитесь Господу во всякое время, написано. Духом. Аллилуйя. Вместо того, чтобы болтать, начинайте молиться на иных языках. Будет больше толка, будет больше толка, будет больше толка, больше толка. Потому что, когда ты говоришь на иных языках, ты говоришь тайны Богу. Потому что, когда ты молишься, ангелы собирают в чаши твои молитвы, а потом Бог изливает это на землю и приходит ответ. Укрепляйтесь Господа и могуществом силы Его. Знаете, что такое могущество силы Божьей? Это Его любовь. Могущество силы Господа – это Его любовь. Потому что Бог победил этот мир любовью. Он возлюбил этот мир и победил его. Поэтому, когда я обращаюсь к любви Божьей, к своему сердцу, я побеждаю скорби этого мира. Аминь. Любовь, любовь. Псалом. Скажи, у Бога есть план для моей жизни. 83-й Псалом. Для тех, кто ходит в общину. И для тех, кто смотрит из нашей общины тоже. 83-й Псалом. Сыны Кореевы. Представляете? Как вожделены жилища Твои, Господи, сил. Истомилась душа моя скоро, жила я во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе. А у меня квартиры нет, да? И ласточка гнездо себе. Где положить птенцов своих? У алтарей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой. Заметили, да? Господи, сил. Господь, сил. Господь, сил. В скорби нам нужна сила. Блаженны живущие в Доме Твоем, несмотря на то, что они проходят скорби. Вы живете в Доме Божьем? Вот я некоторых людей здесь не всех знаю, а некоторые знаю, они живут в Доме Божьем. И проходят скорби. Но ничего, они блаженны. Бог их называет блаженными. Блаженны это, которые уже... Ему ничего не надо. Не, блаженны это множество раз благословен. Он счастлив. Он счастлив. Вне того, что он видит, слышит. Вне того, что ему пытается дьявол навязать. Он счастлив. Потому что он знает, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Кто-то услышал? Никакое слово. А как это мне будет? Я мужа не познала. Дух Святой сойдет на тебя. И сила Всевышнего осенит тебя. Как это мне произойдет? Это невозможно! Все возможно! Верующему! Все возможно Богу! Что громче звучит в твоей жизни? Невозможно или возможно? Да ты не знаешь, Орен, моего мужа! Ну и что? Я его узнаю скоро. Он придет, будет и славить Господа со мной. Да ты не знаешь моих детей! Да ты не знаешь моих внуков! Да ты не знаешь моего работодателя! Слушай! Ты уже столько сказал, что настроил себе скорби еще на два года вперед. Начни говорить то, что говорит Бог. У него не останется бессильным никакое слово. Он Господь сил. Он знает, как вывести меня из этой ситуации. Но я не просто должен оттуда выйти. Я должен оттуда выйти опытным человеком. Чтобы вновь не совершать те же ошибки. Аминь! Блаженно живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Они всегда тебя будут восхвалять. Они тебя будут хвалить Божий всегда. Подожди. Мне хорошо, я Бога хвалю. Я прихожу в дом Божий. А вот мне нехорошо, у меня голова болит. Ну, не переживай, голова не эта, перевяжешь, пройдет. Ну, как она там была? Так вот. Надо ходить в дом Божий всегда. Надо ходить на домашние группы всегда. Надо ходить на молитвенные всегда. Надо жить в доме Божьем. Даже когда ты дома, ты в доме Божьем. Они будут восхвалять тебя непрестанно. Блажен человек, которого сила в тебе. И у которого в сердце стези направлены к тебе. Смотрите. Человек все время куда-то идет. И он должен идти в правильном направлении. Проходя. Скажи проходя. Давайте вместе прочитаем, если у вас есть Библия. Откройте вместе со мной. Я скажу раз, два, три, и мы прочитаем вместе. Раз. Восемьдесят три, семь. Два, три. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее благословение. То есть смотри, человек куда-то идет все время. Правильно я говорю? Он же двигается. Человек живет постоянно в движении. И идет он по направлению к Богу. Бог везде. Бог с ним, Бог в нем. Но он идет к Богу. То есть это о чем говорит? А мы не стареем, мы просто взрослеем. И идем к Богу. И в сто двадцать мы уходим к нему. Аллилуйя, слава Богу. Но по дороге есть долины. И эти долины называются долины плача. Но кто-то в этих долинах плача открывает источники. И ради этих людей Бог посещает эти долины, чтобы излить свое благословение. Поэтому когда кто-то, человек Божий, проходит скорбь, я иду с ним. Потому что я знаю, что ради него там будет благословение. Аллилуйя. Аллилуйя. Долина нуждается в дожде. Она пересохнет, если не будет дождя. Поэтому Бог говорит, слышь, там есть люди, и придется тебе пройти эту долину. Потому что они совсем умрут без дождя. А то, что ты Дух Святой. Вот правильное понимание вещей. Говорит, ты сейчас долину проходишь. Ты, говорит, я тебе по дороге дам людей. Потому что эту долину я наполню дождем. Ради тебя. Не ради них, ради тебя. Потому что ты, мое возлюбленное чадо, я тебя приобрел кровью своей. И я тебя туда посылаю. Тебе будет чуть-чуть плохо, может быть. Я позволяю этому произойти. Позволяю. Но знай, что ты оттуда выйдешь очень богатым. Много людей будет с тобой. Аллилуйя. 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 Потому что, когда ты начнешь молиться за них, у тебя есть опыт. Будет результат. Кто-то слышит меня? Мы сегодня учимся уже более взрослым вещам. Мы перестаем ходить в ясли и в садики. Мы на себя не берем больше, чем нам дано. Но мы знаем благодать Божья. И мы знаем, почему мы проходим те или иные вещи. Где мы неправильно поступили, мы каемся. Писание говорит нам, если мы согрешили, и мы исповедуем свои грехи, то кровь Сына Божьего очищает нас. И Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды. Если мы ошиблись, мы каемся. Но если мы проходим скорби, потому что так произошло уже, мы должны иметь правильное понимание вещей. И Писание говорит, приходят от силы в силу. Оказывается, когда долина плачет, тогда я прихожу от силы в силу. Я становлюсь более сильнее. Кто-то становится более немощным. А я становлюсь более сильнее, более здоровее, более богаче. Почему? Потому что у меня опыт есть. Аминь. Даже в мире люди понимают эти вещи. КФС, знаете, но я не предлагаю вам это есть, не буду рекламу делать. Кушают, говорят, КФС такая вот эта, такие жареные, такие курочки. О, все кушать захотели сейчас. Он вообще, несколько раз мужик попал, и только, по-моему, 80 лет у него что-то получилось. Потом он стал миллионером. А сколько он скорбей прошел, это никто не знает. Кто-то говорит, для того, чтобы стать миллионером или миллиардером, тебе несколько раз нужно стать банкротом. Это, наверное, правда, друзья. Поэтому успокойтесь. Вы проходите скорбь для того, чтобы стать профессионалами и помочь другим. Кто-то слышит? Так всегда не будет. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Где они являются? Вот сейчас будет у нас, в октябре, будет у нас суккот. Мы все явимся в Иерусалиме и будем славить Господа. Аллилуйя. Уже сильные такие, от силы в силу уже. Аминь. То есть у Бога есть цель. И эта цель должна стать твоей целью. Явление тебя на Сионе. Перевести тебя от силы в силу. От славы в славу. Это цель Божья. Поэтому перестань жаловаться. Знаете, самое прискорбное, это когда человек жалуется и ноет в скорбях. Таких людей мы называем нытики. Весь Израиль полон нытиков. Ноет и ноет. То есть, смотри, был Бениамин Атаняу, было плохо. Стал Беннет, тоже плохо. Стал Лапит, тоже плохо. Постоянные выборы. Все время плохо, все время плохо, все время плохо. Нытики. А в Израиле очень хорошо. Просто нужно иметь благодарное сердце. И правильно относиться к вещам, которые ты проходишь. Аминь. 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 Продолжение следует...